Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. На связи Федор Васильев. Мы продолжаем с вами разбирать тему Woodmart, урок 25. У нас на очереди настройки типографики. Это возможность управления шрифтами, загрузка шрифтов, смена шрифта, управление иконками. Прежде чем мы приступим к настройкам, я бы рекомендовал отключить вообще шрифты Google. По умолчанию на сайтах всегда используются шрифты Google. Шрифты Google могут тормозить сайт. Если вы используете бесплатный Elementor, то вы можете отключить глобально для всего сайта Google шрифты. Это первое, что бы я сделал. Давайте мы перейдем с вами Elementor настройки. Далее перейдем в расширенные. И здесь вот есть шрифты Google. Мы отключаем. Если у вас здесь этой опции нет, значит у вас устаревшая версия бесплатного Elementor. Обновите до последней версии Elementor. Отключаем, нажимаем сохранить изменения. Теперь мы переходим в Woodmart настройки темы. Здесь переходим с вами типографика. Здесь нужно просто понимать, у вас каждый блок разбит. То есть для каждой части сайта. И тут есть понимание, где шрифты текста. Значит это общие текстовые моменты на сайте. Опять же, если вам непонятно, просто визуально нужно будет смотреть. Дальше у нас есть потом шрифты для всех заголовков сайта. То есть помимо смены шрифта, можно менять насыщенность, размеры, цвет и так дальше. И вот у меня видите лата. По умолчанию шрифт лата стоит изначально. То есть я могу проверить это на сайте, либо правой кнопкой мыши просмотреть какой-то элемент. Где-нибудь на тексте хочу проверить, какой шрифт используется. Либо для удобства я использую приложение для браузера, которое подсвечивает шрифты на любом сайте. Эти приложения можете найти в интернете. Для любого браузера есть свое приложение. Кликаю по тексту, допустим, вот именно текст всего сайта, по сути, всех вот таких текстовых моментов. Как раз у меня вот фонд фэмили, это и есть семейство шрифтов лату. Действительно используется лата. И мы можем это просто методом тыка даже здесь проверить. Во-первых, по стрелке мы можем здесь увидеть огромный список шрифтов, которые уже в теме есть. И если вы не хотите загружать какой-то свой шрифт, допустим, скачивать его на компьютер, потом сюда его загружать, то здесь есть стандарт фонд, то есть стандартные шрифты. Их можно использовать. Если мы вот так вот прокрутим, видите, Google фонд. Вот то, что ниже Google фонд, не рекомендуется использовать, чтобы не тормозил сайт. Все, что выше стандарт фонд, вы можете все брать, любой шрифт, который вам просто нравится. Допустим, вот Arial. Видите, идет Arial. Выбираем Arial. Нам тут же будет показано, как это будут все, ну, то есть цифры, буквы этим шрифтом. Дальше. Это стиль шрифта стоит Normal 400. Можно более тонкие буквы сделать, там более жирные и так далее. Мы сейчас это сразу проверим. Дальше. Текст. Размер именно шрифта. Обратите внимание, это на компьютерной версии 14. На стрелку нажимаем для планшетов, для мобилки. Можно свой шрифт просто цифрами задать. Допустим, если крупный на мобилке, можно сделать там 10, размер 10. И сразу, чтобы понимать, где шрифт этот находится, мы с вами кликаем по цвету и просто выбираем красный, чтобы сразу визуально видеть. Сохраним настройки, где это может примениться. Идем на сайт. Обновляем сайт. И сразу просто видим. Текст. Это влияет на текст. Это влияет на артикул. На категорию. Это влияет на вот этот текст, который отзывов пока нет. Опять же, сейчас вот у меня на главный нету текста никакого. Мы не можем посмотреть. Ну, то есть, это на меню не влияет. Вот, видите, где это? Вот сюда. Вот, то есть, все, что касается текста, для всего сайта, вот этот красный, он как раз здесь и есть. И, соответственно, размером поиграетесь. Соответственно, чтобы не было пляски шрифтов, если вы определились вот здесь вот, Arial, допустим, то вы ниже, везде, ко всем параметрам проставляете Arial. Шрифт должен быть один на всем сайте. Разная может быть насыщенность, толщина, там цвет, но шрифт должен быть один. Чтобы не было такого, что тут один, там второй шрифт и так далее. И здесь просто дальше вы по аналогии действуете, да. Шрифт всех заголовков, то есть, от заголовки товаров, там и так далее. Это что касается Basic, то есть, основных настроек. Дальше у нас здесь есть дополнительно. Следующие опции очень гибкие, позволяют задать цвет, размер, межстрочный интервал для частей сайта, которые, допустим, нету в Basic настройках. К примеру, смотрите, вот здесь вот вы кликаете, здесь есть все, все моменты по сайту, которые только встречаются. Нужно просто понимать, какой пункт за что отвечает. Я покажу вам пример. Вот, допустим, к выпадающему списку, вот именно на выпадающий список вот эти вот все строчки, у меня отвечает пункт, вот, меню link on simple drop-down. Причем можно назначать сразу несколько видов текста сайта под, скажем, вот эти нижние настройки. По крестику вот так вот удаляем. Смотрите, вот я хочу для текста выпадающего списка, делаю, значит, Arial тоже, делаю Normal 400. Вот здесь я решаю заглавные буквы без заглавных букв, капслогом. Вот сейчас вот у меня выставлен капслог. Обратите внимание, вот здесь, видите, капслог. Потом вот это меню, все капслогом, основное меню. Не нравится, можно сделать, чтобы первая была заглавная, то есть найти это правило и для него выставить все, что нужно. Вот, допустим, для drop-down выпадающего списка, видите, у меня оранжевый, при наведении синим, и все заглавные буквы. Вот оранжевый, вот color при наведении я выбрал. Размер я сделал 16, а вот здесь вот высота линии. И также ниже можно видеть буквы и также настроить для планшета, для мобилки. Причем здесь, допустим, для разных правил, если это подходит, опции ниже. А если для других частей сайта хотите задать какие-то уникальные свои параметры, то вы нажимаете на кнопку add rule и ищите новое правило для нового типа текста, ссылок. Выбирайте, настраивайте так сколько угодно для всего сайта. И так же удаляется. Но смотрите, есть некий момент, что не все, не все моменты списки, где вы можете легко выбрать и настроить, присутствуют. Вы можете, допустим, все тонко настроить, но какие-то элементы сайта, виджеты, здесь в списке их просто нет. Как нам указать нужный селектор, так скажем, чтобы назначить на него свои стили, цвет, размер и шрифт и так далее. Здесь мы выбираем самый нижний пук custom, селектор, custom. И нам для этого нужно узнать селекторы шрифта. Мы возвращаемся на фронтальную часть сайта. И, к примеру, вот у меня в футере есть виджет, недавно просмотрены товары. Я хочу изменить им, к примеру, заголовок. Правой кнопкой мыши я кликаю по любому из этих трех заголовков. И нажимаю здесь в контекстном меню просмотреть код элемента. Нам нужен именно вот эта вот колонка, где стиль. И самый верхний, вот к нему подсвечивается. Видите, продукт лист. Вот я как сейчас его выделил с точкой в начале. Ctrl-C, горячими клавишами на клавиатуре. Я это копирую, селектор, он нам и нужен. Здесь инспектор я могу закрыть. Здесь просто я его вставляю. Выбираю шрифты. Выбираю стиль, размер. И чтобы сразу нам видеть, что это действительно он, красный цвет будет шрифта, а при наведении будет желтый. И сохранить. Обновляем сайт. И мы видим, что именно сюда применилось. Видите, жирные названия, красный при наведении желтый. Таким образом вы можете изменить любой шрифт, придать ему стиль. Там, где вы, допустим, не можете найти, как это поменять. Следующий, переходим в пользовательские шрифты. То есть это загрузка собственных шрифтов. Если вы не хотите использовать встроенные шрифты, вы можете столкнуться с такой ситуацией, что WordPress просто не пустит шрифт в формате .wav. То есть этот шрифт вы можете скачать где-то в интернете. И тогда устанавливаем бесплатный плагин, чтобы шрифты WordPress пропускал. Давайте я вам покажу, какие. Называется он wp-extra-file. Это название. Ссылку на плагин я оставлю на своем сайте. fedorwasil.com Его устанавливаете. После установки он будет находиться на стройке. Вот его название. Заходим. Здесь будет его достаточно тяжело отыскать, потому что здесь очень много шрифтов. Ставим три галочки вот здесь. И он находится ниже. Вот они. WoW 2. Вот WoW просто. Ставим вот здесь две галочки напротив шрифтов. И в самом низу сохраняем изменения. После этого я смог вот видите загрузить. WoW 2 и WoW 1. Шрифт у меня Ubuntu. То есть с этим мы разобрались. Шрифт мы загрузили на сайт WordPress. Теперь заходим в пользовательские шрифты. Здесь загрузить. Шрифты у нас уже загружены. Выбираем WoW. Здесь просто WoW. Здесь я выбираю WoW 2. Обязательно название шрифта. Тот, который вы скачали. В моем случае это Ubuntu. И толщину для него выбираем. Таким образом добавить шрифт сможете сюда. Еще, еще сколько угодно. Сохраняем настройки. Теперь у нас будет пользовательский шрифт. Но после загрузки пользовательского шрифта нам нужно зайти во все. Там Basic. И здесь его найти. Он у нас Custom. Обязательно, чтобы был в Custom. Произвольный. Вот Ubuntu здесь. Вот здесь вот Ubuntu тоже выбираем. И то же самое в дополнительно. Здесь тоже Ubuntu. Все везде назначаем. Если у вас есть, соответственно, здесь, где Custom Selector, тоже Ubuntu. Сохранить. И можно на сайте проверить, допустим, вот текст Font Family вот Ubuntu. Заголовком я не поменял. Здесь Font Family тоже Ubuntu в подпунктах меню. То есть все здесь работает. Следующий у нас здесь есть Icon Fonts. То есть это шрифтовые иконки. Те, которые у нас используются уже на сайте. Корзинка, социальные сети. Здесь есть возможность выбрать дизайн иконкам. Из-за трех вариаций сильно я не вижу, чтобы они отличались. И светлые, обычные и bold жирные. И то есть автоматически, где эти иконки используются, они поменяются. Но визуально я здесь, вот у нас предпросмотр же есть, я не вижу сильных отличий. А также здесь есть возможность подкрепить Adobe Fonts, указав Adobe Project ID. Если вы плотно используете Adobe, то можно здесь подцепить еще иконки Adobe. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта. А значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку. Перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные. И нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта. Но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю. Услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Кто заинтересован, стучись ко мне в Ultimate, вы собираетесь. Подписывайтесь на наш канал. Услуга не издевайся. Продолжение следует... Продолжение следует...